СПОНСОР ПОКАЗА Партнер Показа – сеть супермаркетов «Фидеско». Мы ценим ваши дарения. Мы ценим ваши дарения. Сегодня наша программа праздничная. И вы знаете, с Нового года всегда хочется чего-то нового пожелать не только себе, но и своим близким и окружающим. У нас в студии уникальный человек, потому что именно она знает, как можно держать себя в форме все эти годы. Прекрасно. Как можно выстроить свой рацион так, чтобы, собственно говоря, не набирать лишнюю усталость. Друзья, и в то же время раскроет секреты своего новогоднего праздничного стола, расскажет нам о том, что такое шведский стол и, конечно же, любопытные факты из жизни большой и дружной семьи партнеров нашей программы компании «Арифлейн». Кристина Цуркан, с наступающим Рождеством и Новым Годом! Добро пожаловать, спасибо большое, что согласилась. Я понимаю, что дни праздничные, но, наверное, заметили и наши телезрители, даже сейчас полглаза утром, я понимаю, что дни у всех, знаете, как каникулы, праздники от стола к столу, практически вот так вот вы перебегаете. Но первый вопрос, который задам не только я как мужчина, но и наши телезрители, все-таки вот когда вы пришли к этому чудесному образу жизни? Это уже происходит на протяжении многих лет. Ну, и с тех пор, как я в компанию «Арифлейн» попала, но, во-первых, в семье у нас всегда мама старалась хорошо выглядеть и при этом старалась выбирать то, что будем есть на празднике и не только. И это отображалось и на кухне, на блюдах, которые готовили, которые ели всей семьей. Да, и поэтому это несложно. И плюс активный образ жизни. То есть мне помогает быть в форме просто то, что я всегда двигаюсь много, везде как фигура, тут фигура, там, должна успеть все сделать. И я думаю, что это… Ну, и, конечно же, не дам соврать, что мой хороший метаболизм тоже сыграл большую роль в этом. Ну, метаболизм хороший, и его на самом деле можно воспитать, друзья. Знаете, как любой другой, наверное, процесс или привычку в вашей жизни, метаболизм хороший тоже можно воспитать. Если вам кажется вначале, что вы в какой-то своей зоне комфорта и боитесь из него выйти, сделайте первый шаг. Он, может быть, будет сложным, тяжелым. Сейчас, мне кажется, эта информация вообще в праздничные дни. Да, он будет сложным и тяжелым, но дайте себе установку, чтобы в этом году, после даже всех праздников, вы действительно начнете меняться. Потому что сегодня из всех ингредиентов, которые у нас на праздничном столе, по большому счету, все те ингредиенты, которые у вас могут оказаться под рукой в любую абсолютно минуту. Нету никаких сложных ингредиентов. Я, наверное, перечислю то, что вижу в двух словах, да. То есть я вижу что? Я вижу тыкву, я вижу помидоры, я вижу чесночок, лучок. Чесночок нечищенный, то есть Кристина расскажет, зачем нам и такой, и такой вид чеснока. Мед, у нас зелень, шпинат, плюс партнеры нашей сети супермаркета Фидеско помогли отыскать нам еще семена тыквы. У нас здесь красный кенуа, у нас немножко пармежано, вот. И в том числе вот мороженый зеленый горошек. Что-то я еще, по-моему, где-то у нас в холодильнике что-то лежит или нет? Да, по-моему, это все. У нас еще тмин. Тмин, который мы уже перемололи, да. И петрушечка, которая нам понадобится. Ну, соль, перец, пояды там уже каким-то вкусовым вашим уже, по собственному вкусу. Кристиночка, я попрошу сейчас вот уделить внимание нашим телезрителям, застыть буквально на 30 секунд в своей очаровательной праздничной улыбке. А я уже вернусь после этого стоп-кадра. И мы начнем рассказывать нашим зрителям, что мы сегодня такого простого, но очень полезного и вкусного готовим, да? Да. Внимание. Кристина Цуркан. Приглашенный гость, партнер программы «Азбука вкуса». Цель устремленная, старательная и всегда в отличной форме, как физической, так и эмоциональной. Готовит с удовольствием, чем и делится в своем Инстаграм. Живет и питается по особенной системе. Об этом мы сегодня и узнаем подробно. И это только часть, мне кажется, вот такого вот настоящего успеха. И если вам кажется, что это все какие-то заоблачные дали, или там, не знаю, это все вот только каким-то другим людям, значит, вот суждено. Нет, друзья. Каждый из вас, мне кажется, независимо от возраста, может действительно выбрать для себя путь успеха. И мне так кажется, что в данном случае с компанией «Рифлейм» этого можно достичь, надо просто взяться за себя, по большому счету. Все верно. Кристина, давайте сейчас мы расскажем все-таки, для чего нам все это нужно, и какие блюда мы будем готовить. Я так понимаю, что мы, в принципе, готовить будем два блюда. Два. Да, нам нужно уже, наверное, включить... Я очень редко ограничиваюсь одним блюдом, потому что я люблю делать разные импровизации. Посмотри, это говорит стройный, красивый человек. И я, который готов ограничиться одним блюдом, друзья, ну что-то как-то, что-то куда-то идет не так, да? Да, но вы заметите, что у нас здесь очень много овощей, потому что это мои любимые продукты – это овощи. Я, то есть, не столько любительница мяса, либо там рыбы, либо там, не знаю, сладкого, слава богу. Я именно люблю овощи, могу их грызть, и из них именно делайте чаще всего различные блюда. А мяско тоже употребляете? Употребляю, конечно, я все ем абсолютно. А, пожалуйста, все думают, сейчас, но человек без мяса. Нет, друзья, все хорошо. Скажите мне, пожалуйста, Кристина, командуйте тогда пока здесь, на нашей кухне, что я могу пока сделать, потому что я знаю, что в этой кастрюльке нам нужно что поджарить? Мы сделаем суп сегодня овощной, в принципе, листовой. Это суп, который, в принципе, можно есть утром. Я его ем только утром, именно на завтрак. Такое прям первое-первыхое. То есть, вот первое, как проснулись, вот это вот прям вот реально первое блюдо, понимаете? Я чаще всего его готовлю после моих однодневных голоданий, и поэтому мне легко выходить из вот этого отката от пищи именно вот таким супчиком. То есть он поможет и в праздничные дни, друзья, немножко вам разгрузить организм. Да, совершенно верно. Поэтому я выбрала именно сегодня это блюдо поделиться с вами. И второе, потому что ограничиваться одной не будем, это тыква. Запеченная тыква. Но она необыкновенная, потому что чаще всего мы привыкли запекать тыкву там сладкую, с корицей, вот такого плана. С удрами, да. У нас сегодня нет, у нас будет соленая. Нет, у нас будет соленая тыква. Да, с перчиком, с пармезанчиком, и с чесночком, и с нашей прекрасной добавкой вот этого, тмином, друзья. У нас здесь измельченный тмин. Если вы найдете сразу же, у вас вдруг завалялся дома порошок тмина измельченный, берите его. Если нет, в принципе, 10 секунд работы блендера, и все, и это все готово. Хорошо, давайте приступим к каким-то процессам. Скажите, что мне делать? Будем резать лук и также чеснок, для того, чтобы пожарить перед тем, ну, это уже начинаем готовить в суп. Нам нужно будет сюда масло добавить, или оно на... Да, оливковое, растительное или рапсовое масло. Лучше всего оливкое, либо рапсовое масло. У вас под скалом должно быть, по-моему, там вот еще вода оливковая. Если что, вы прямо сейчас тогда пока набирайте его, а я переложу. Ну, пока рано. Пока рано? Да, потому что мы еще резать будем, и оно там просто... А, да? Давайте тогда пока выключим. Да. И пару чесночков. Да, ну вот я беру лучок, честно скажу, потому что от лука немножко вот на руках... Я могу вот этот поменьше взять? Давайте возьмите поменьше. Неудобнее будет. От лука потом, знаете, аромат чуть-чуть дольше держится, чем от чеснока. Хотя, если хотите, я могу и чеснок тоже взять на себя. Нет, не проблема. Помидорки будете, к примеру, резать. Кристина, давайте, раз мы начали, в принципе, с определенных семейных традиций, вы уже сказали, что действительно мама вот с детства новогодние праздничные столы старается сделать максимально, ну, полезными. Вот. Кассовы фи и дефолос. Так вот, что обычно, вот с детства вы запомнили, что обычно украшает праздничный стол в новогодние и рождественские вечера? Честно, я не запомнила именно такие блюда. Я запомнила этот, как у всех, оливье. С шубом. Ну, только потом оно, шуба, конечно же, потом оно же, как бы, более модернизировалось и стал крабовый салатовый какое-то время в моде. Это тоже у нас было. Ну, когда начали завозить крабовые палочки, да. Да, да, да. Вот. Потом, ну, из мяса это вот эти беточки. И я помню вот с детства, что я не ела так много на самом празднике, как и любила это все кушать после праздника. А, уже на второй день, на третий день. Да, мы с братом после садились, это было настолько вкусно. То есть, именно вот, когда оно пропитывалось вот этим соком, видимо, от одного дня, но там не на много дней позже. Вот. Это если из еды. Но сейчас, конечно же, я выбираю, опять же, овощи, это авокадо. Вот в этом году собираюсь там что-то из авокадо, именно пару блюд добавить к обычному столу, потому что все-таки мы привыкли кушать, ну, вот эти, привычные ингредиенты. Привычные, да, из привычных ингредиентов, или, скорее всего, привычный какой-то стол. Ну, что вот на Новый год это оливье. Что можно изменить в нем? Это, там, сделать самому этот майонез. Не покупать его в магазине. А сделать домашний майонез. А сделать домашний майонез, чтобы ты был... Это как вариант, друзья, как вариант. Домашний майонез заплатить, да. И не ставить картошку, к примеру. Просто без нее ограничиться, потому что лучше всего без картошки. Вот здесь я бы хотел, да, я хотел бы вас поддержать и сразу сказать, что по поводу картофеля. Конечно, так уж получается, что на всем постсоветском пространстве, вот как-то, да и так, славянские народы все-таки эту картошку, знаете, уплетают наряду со всеми. И она действительно является часто одним из главных ингредиентов. Но если вы заметите, то чаще всего картофель – это все-таки ингредиент основной для фастфуда. И, честно скажу, в картофеле не так много полезных веществ. То есть это вот, он придает какую-то определенную сытость, да, но по большому счету крахмал и вот, ну вот, по сути... И больше ничего. И больше ничего, да. И, к сожалению, часто вот те, кто употребляет картофель, естественно, как бы вот они набирают в весе. Картофель, конечно, для тех, кто работает, скажем, где-то на севере или у кого работа связана с тяжелым физическим трудом, конечно, она придает силы, потому что это такой вот углевод, который придает, на самом деле, энергию. Но если у вас более пассивный образ жизни, то, конечно, картофель, к которому мы привыкли, я сейчас Христину хочу поддержать, надо немножко этот рацион менять. И просто раньше мы... у нас не было в доступе, допустим, там, не знаю, те же самые авокадо или какие-нибудь, да, там, цитрусы. Вообще казалось, что только вот на Новый год можно себе приобрести там мандаринки. Да. Лимон только, если вдруг, не дай бог, заболеешь. Вот. Сейчас это все возможно приобрести, и я думаю, что вы можете постепенно переходить и менять эту систему. Это сложно, сразу говорю. Это не просто, потому что у нас есть... у организма тоже есть свои вкусовые какие-то привычки. И вот, ну, нам кажется иногда, что там, ну, авокадо кусок мыла какой-то, да, или как моя мама, да, прости, мама, я расскажу эту историю, когда папа впервые привез бананы, понимаете, бананы, от которых сейчас я отказаться не могу, это любимое лакомство. Не потому, что я в год обезьяны, у меня сейчас под фартуком тоже обезьяны, но просто, и мама вот так их назвала, говорит, да что это вообще, как можно это есть, это просто кусок мыла и все. Но это же удивительные и вкусные и полезные растения, которые дают нам такие плоды, а мы их можем с пользой и витаминами употреблять. Кстати, если нужна будет лопаточка для перемешивания, у нас тоже такая опция есть. Давайте. Я к чему, я о пользе все-таки. И вот насчет авокадо, мы уже как-то в нашей программе говорили, что авокадо это один из колоссально идеальных продуктов для человеческого организма, который в себе включает такое количество микро- и макроэлементов и замещает порой даже поедание мяса, извините меня, то есть это просто вот, это полезнейший продукт. Туда же, да? Да. Вот, поэтому старайтесь действительно вносить что-то новое, потому что Новый год как бы сам подразумевает... С новыми привычками. Да, да, да. Новый год подразумевает, что как бы нужно что-то новенькое в свою жизнь привнести. Но это с этим мы разобрались, я понял, я работаю дальше. Я работаю дальше. Но это мы поговорили, поговорили про новогодний стол. Но я знаю, что Кристина, во-первых, увлекается еще и приготовлением приличной вот такой вот здоровой пищи и является таким активным пользователем Инстаграм, где этим всем делится, вот именно польза. Да, есть пару. Да, есть вот, так что заходите на профиль Кристины и, конечно же, посмотрите на то, что она вам преподносит. Ну, а нам сегодня хочется другой вопрос задать. Кристина не понаслышке знает о шведской кухне. Да. И не понаслышке может объяснить нам, телезрителям канала Артер Молдова в эти праздники, что же такое шведский стол и, собственно говоря, с чем его едят? Ну, вот то, что мы сказали, что мы будем отказываться в этом году от картошки, вот это едят кубиками. Кубиками, ага. Да. Это едят активно в Швеции. Картошку? Да, картошка, разновидность, разные виды этих рыб, ну, то есть селедка, как мы ее часто называем, да. Вот это, в принципе, не должно, оно должно быть на любых праздничных столах, то есть всегда оно есть. Также различные там свинина. Сейчас перед Новым годом, естественно, самый главный праздник и в Швеции, и у нас в Молдове это рождественский, ну, ужин или вот перед Рождеством, когда, ну, там дарятся подарки, видишь, на... На Рождество. На Рождество у нас все-таки привыкли на Новый год, да. Вот, а там именно все ждут вот этого вечера. Крисмас. Да, 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 где это все делается. Тептели также является одной из... Популярных блюд. Популярных блюд Швеции. И на сладкое это клубника и там какой-то, ну, вкусняшка сладкая в виде... Уденька в безе, что это? Нет, сметана, когда с сахаром, крема вот такого. Да, крема, а, а, то есть, ну, я где-то туда же и мыслил, по большому счету, да. Вот так, что... Поэтому ничего особенного, они... Вот это все я всегда на праздничном столе в Швеции. Вы это лично пробовали? Да, там у них... У Швеции, да? Это для того, чтобы увеличить количество овощей в нашем рационе бобовых, зерновых различных вот этих круп, которых мы не хотим всегда кушать. А вот именно благодаря вот такому супчику это можно сделать. Это шведский суп. Это шведский суп, друзья. То есть мы сегодня вам под Рождество, в принципе, такое, знаете, наше привычное, но хотим чуть-чуть поменять ваши вкусовые привычки. Вот мы сейчас для вас готовим шведский суп. Соответственно, может собраться вся шведская семья за большим шведским столом и слопать этот шведский суп. Ну, я так понимаю, по количеству градиентов у нас здесь, скажем так, ну, мы делаем на две порции, но уверен, что останется еще, да? Ну да, много там лука мы положили, поэтому мы все помидорчики туда... Вот, мы как-то готовили здесь в нашей студии французский суп луковый виши с уаз, он называется холодный летний, который подается с любым топпингом. Вот, так что я вам скажу, у нас после этого, знаете, ряды наши не поредели, люди все живы, все прекрасно. Я даже нашел очень много полезного и вкусного для себя вот в таком вот луковом супе. Я к чему? К тому, что, друзья, вам стоит только попробовать, не стоит сразу говорить нет, то есть всегда есть место каким-то экспериментам и, как говорят многие, think out of box, то есть выйти за какие-то свои определенные рамки. Вот Кристина Цуркан уже это сделала и уже поменяла свою жизнь, и я считаю, что абсолютно к лучшему, потому что, судя по потокам энергии, которые исходят от Кристины, от ее лучезарной улыбки, мне кажется, что у нашей сегодняшней гости все в порядке, все кто-то-то хорошо. В это время тогда сразу вопрос, раз ты уже постучал, а как по поводу тогда примет, есть ли какие-то суеверия вот лично у вас? Я не суеверный человек, но, но. Но. Когда? Записку я уже написала под Новый год, я ее сожгла и выпила вместе с шампанцем. Да, кстати, это мы тоже делаем с подружками. Ну, раз где-то прочитали вот в интернете, ну, давай попробуем. Это, наверное, не только для того, что мы верим в это, а это просто, чтобы было интересно, чем-то заняться интересным на Новый год. Мы делали пару раз, я ее съела. Сбылось? Да, у меня все мои мечты, какие-то цели обычно сбываются. Но я думаю, что это благодаря активной работе. Но то, что как минимум вот эта вот мысль, посланная во Вселенную, еще с немножко такого праздничного, философского размышления, все-таки материализуется с этим, согласна? Это работает? Я думаю, да. Я тоже как бы в это верю и с этой точки зрения тоже так считаю. Ну, вот с тех пор, как вы попали в Арифлейм. Вы же до Арифлейм чем-то другим занимались или нет? То есть, мне кажется, вот понятно, что Арифлейм я вот сколько не встречал, чаще всего, конечно же, прекрасных дам, но есть и мужчины. Я вот кого не встречал, все сияют просто. И я так понимаю, что вот есть какая-то, знаете, жизнь до Арифлейм и есть жизнь после, которая, мне кажется, почему-то гораздо... Или вместе уже с Арифлейм. Уже вместе, правильно, да. Вместе с Арифлейм, правильно, здесь правильно исправили. Вместе с Арифлеймом, которая почему-то гораздо интереснее, лучше, насыщеннее уже какие-то командировки, поездки, цели. Сумасшедшая какая-то вот это вот рост, самосовершенствование, улучшение. То есть, я видел человека до того, как он пришел в Арифлейм. Спустя 2-3 года человек в Арифлейм просто на моих глазах, ну, просто становится вот... Меняется. Меняется, да. И я думаю, что там происходит? Что же это за магия такая? Ну, это шведская культура, потому что мы говорили о Швеции. Но еще я 15 лет в компанию Арифлейм. То есть, это... Вы меня спросили, чем я занималась до этого. Вы пришли в компанию в 10 лет, хотите сказать? Нет, я пришла в компанию чуть-чуть позже, чем 10 лет. Но я была... Наши телезрители не поверят. Вы посмотрите... Вы посмотрите на себя в телевизоре. Вы, мне кажется, что только-только недавно закончили вуз. Да. Ну, и это тоже. Получается, что я попала в Арифлейм, как любая девушка, мечтая о косметике. Так. Иметь ее много дома. Чтобы просыпаться. Тут косметика вся. Да. Я вот ходила в салон там маникюр делать, и мне нравится вот это огромное количество лаков. Линейка целая. Диапазон, масштабы, да? Да, всю линейку. И поэтому, как бы, так я попала в Арифлейм, думаю. Это меня первое, что привлекло. Ну, а дальше Арифлейм помог мне заработать первые деньги. На карманные деньги. Но, как часто бывает, если ты уже долгое время в одном месте трудишься, то бывает, что это все перерастает в нечто большее. Сейчас это большой бизнес. Это много конференций. Это огромное количество заинтересованных, вовлеченных людей, которые вместе с нами... То есть, в принципе, относительно моя коллега, да? То есть, вы тоже выходите на большие аудитории. Вы, так сказать, тоже спокойно доносите... Семинары, тренинги, да. Да-да-да, в массы. То есть, я тут просто про кухню вам чаще всего рассказываю, а Кристина рассказывает как раз о пользе. А я обо всем. Я и о кухне тоже, потому что у нас есть линейка Wellness. И не только линейки Wellness... Подождите, так сказать, не только у вас она есть, посмотрите, а она у нас тоже есть. Линейка Wellness. Я от себя лично... Две секундочки буквально привем. Во-первых, появились новые позиции. Я их... Вот здесь вот хай-протеин. Вот я не видел раньше этого значка. То есть, у нас были другие упаковочки. И я вот посмотрел, что есть какие-то веселые, солнечные для деток. То есть, как раз, да? Ну, витамины и омега-3. Вот сейчас в зимний период, то есть, получается, это что у нас? Это вот деткам можно смело тогда давать уже с трех лет, да? И это с трех лет? Вот, либо-либо? Можно. Нет, обе. Обе? То есть, это разные компоненты. Здесь омега-3, аминокислоты, здесь целый ряд витаминов и минералов, которым нужно деткам. И то, и это для роста. То есть, замените вот этого невкусного рыбьего жира, по-большому А это вкусный для них, потому что он со вкусом лимона. Ага. И поэтому детям, ну, не могу сказать, что вот из десяти-девять детей его нормально бьют без того, что у нас есть в нашем соображении, да? Как это у нас было когда-то, в понимании, да. Сейчас это легко, то есть, для них. А если даже он не хочет, можно на хлебушек ему вот этот, да, намазать там какие-то что-то или спрятать кашечку или куда-то там еще. Если там прямо ребенок. С собой бутербродик, понимаете, да? Да, да. Слушайте, я сейчас хочу немножко развеять, возможно, какое-то восприятие нашими телезрителями происходящего. Вы должны понимать, что мы, конечно, произносим сегодня с телевизионного экрана название компании, которая делает нашу жизнь лучше. Но самая главная цель, друзья, сейчас искренне, вот послушайте меня, донести, что это действительно делает нашу жизнь лучше. Вот, вот и все. То есть, как, если не мы, кто еще вам об этом, по большому счету, расскажет, вот так вот открыто. Причем, знаете, самое главное, вот мы даже обсуждали за кадром, да, когда человек ведет ту или иную деятельность или за ничем-то, и ты ему доверяешь, потому что он сам же в этом, то есть он сам же это использует, да? То есть вот тогда я говорил, что если ты приходишь, допустим, к эндокринологу, и ты видишь, допустим, ну, красивую в форме женщину, которая, ты видишь, что она занимается за собой, и она реально понимает, как бы, что она делает, и она следит за своим питанием, да? Когда ты видишь сотрудника шведской компании, который в прекрасной физической форме, в прекрасной эмоциональной форме, и еще посмотрите, она учит нас сегодня готовить из привычных и доступных и недорогих ингредиентов абсолютно нормальные, сытные блюда с большой-большой пользой. Кристина, мы сейчас придемся на рекламу. Я так понимаю, что мы пока в кастрюльке на оливковом масле поджарили чесночок и лучок, нарезали помидорки, не знаю, когда мы будем добавлять, уже, наверное, в следующем включении, да, вот. Ну, вы оставайтесь с нами, это Азбука вкуса, праздничная программа «Рождественская». Оставайтесь с нами. Возвращаемся, друзья, в нашу рождественскую программу Азбука вкуса на канале РТР Молдова. Все, праздники дают о себе знать. На канале РТР Молдова. Все, я выговорил в гостях Кристина Цуркан. Конечно, Цуркан много носителей фамилий в нашей стране и далеко за ее пределами. Нас тысячи, миллионы. Сразу вспомнил анекдот, когда жена звонит мужу, как раз вот праздничная суета, то есть, ну вот, все за подарками, туда-сюда. Да, у нас тут горит, Криша сейчас как заговорит. Так вот, праздничная суета, и она звонит ей, дорогой, экстренный выпуск на Россию, показывает, что какой-то сумасшедший едет по Виадуку, по столичному движению. И он говорит, дорогая, не поверишь, их тут тысячи, тысячи. Так вот, я и говорю, друзья, Цуркан, с фамилией людей, тысячи, на сотни тысяч, объединяйтесь все вместе. Очень приятно, очень приятно. Мы сейчас туда добавляем помидоры нарезанные. Так. Напоминаем, готовим шведский суп абсолютно из натуральных ингредиентов, простых, которые, в принципе, даже практически проваривать не надо. То есть, они вот у нас будут, как они будут. Я только пока пытаюсь, конечно, я все узнаю, еще представить. Мы воду потом какую-то добавляем, да? Да, добавим немножко воды. С чего, так сказать, будет жижа в этом супе. Конечно, я понимаю, что у нас помидоры пустят свой сок. Да. Но недостаточно для того, чтобы... Ну да, чтобы получилась какая-то вот такая вот консистенция более-менее жидкая. Так, ну что, друзья, если вы пропустили первую часть и пропустили интересные факты из жизни шведов, и как они отмечают праздники, и о том, какие блюда они предпочитают, то я, конечно, рекомендую вам потом зайти на сайт rtr.md нашего канала, либо можно даже на канале YouTube задать в поисковой строке rtr.azbukovkus.com Можно это русскими буквами... Семей, да? Русскими буквами. Кристина Цурканова обязательно выдадут ссылочку на нашу программу и посмотреть с самого начала, возможно, даже параллельно с нами готовить. Хотя я понимаю, что в эти праздничные дни возможно вам чуть-чуть больше лень, чем не лень. Но, Кристина, а как же вы отмечаете праздник? Как же вот приходит Кристина кому-то в гости или приглашает к себе? Что тогда у вас на праздничном столе? Это раз. А во-вторых, как вы ведете себя в гостях? И что же вы тогда можете себе позволить съесть в новогодние дни? Вы опять не поверите, но я позволяю себе кушать все. Особенно, когда праздники. Зачем? Это перец. Праздники. Да, я хочу перец и соль. Хорошо. Особенно, почему себя как-то ограничивать, отказывать, именно когда весело и хочется там праздновать. Поэтому я не выбираю сильно. Когда я на праздник, что мне положили, то я и поела. Сколько соли? Чуть-чуть. Да, посолите. Вы любите соленое или нет? Потому что я, в принципе, считаю, что соль – это минерал. И я его не боюсь. И поэтому ставлю в достаточном количестве. Я, как суркан, сейчас в данном случае вообще не буду пререкаться. Знаете, я не так прямо фанатею каких-то сверхсоленых блюд. Вот, есть, есть. Нет, нет, сверхсоленое, но достаточно соленое. Ну да, я думаю, что достаточно соленое. Хотите, можете крючку открутить. То есть у нас… Можно, да? Иногда, да, из-за того, что пар выбивает. Сейчас чихать будем, как в фильме новогоднем. То есть можете, позвольте, оказывается, съесть все, что есть на прочем. Все, что есть, потому что люди, когда тебя приглашают, как бы они же не готовятся специально для тебя что-то там, потому что ты какой-то особенный человек. Ну да, то есть 30 человек едят оливье, а для Кристины давайте вынесем кусочек тыквы, да? Да. Или там молока только, или там какие-то овощи. Ну, если там, например, бывает, что там не хочется… Хорошо, тогда секрет Кристины Цуркан заключается в каких-то тогда разгрузочных вот этих вот днях. Один раз в неделю. Которые мы можем донести до наших телезрителей? Да, мы можем ее донести. Так, быстренько блокнотики, ручки, что у вас там, диктофоны, если не успеваете, или просто запоминайте, как в той старой шутке, да, когда молодожены решили сэкономить на фото-видеоуслугах и просто запомнили свадьбу, да? Так вот здесь запоминайте, друзья, запоминайте. Итак, Кристина Цуркан делится бесплатно советом молодости, энергии и жизнерадостности, вот. Вообщем, утром кушать обязательно. Во сколько проснулся? Или утро это вот прям вот 8-9? Нет, ну ты проснулся, я пью теплую воду по утрам и потом только через полчаса готовлю себе завтрак. И это может быть суп, это может быть, это всегда практически у меня йогурт, но я сама его готовлю, то есть я беру натуральный йогурт, самый простой, который есть. Без вкусовых добавок, там просто вот йогурт классический. И вкусовые добавки я сама их делаю, то есть делаю это с фруктами. То есть все фрукты, которые дома есть, режем на маленькие кусочки и еще семена чая. Они делают и красоту, и плюс пользу дают организму. Это огромное количество протеинов. И в принципе, если вот разделить, потому что есть множество блюд, которые сейчас можно перечислить, то, что я ем или то, что я не ем. Давайте вот одну из комбинаций. В основном, это как можно меньше карбохидрат, углеводов. Углеводов. Да, как можно меньше углеводов. Карбохидрат, что непонятного. Углеводы, друзья, но... Углеводы, да. Меньше углеводов, больше протеина и умеренно жиры. И полезные жиры. Но жиры нужны. Жиры нужны обязательно. А то многие говорят, откажись, не ешь ничего там жирного. И куда? Думаешь, извините меня, но овощи даже в сыром виде, они без жиров, они не будут так усваиваться. Конечно. Почему, грубо говоря, вы клубнику со сливками едите, или там, не знаю, морковка, как правило, с лучком почему-то чуть-чуть поджаренная, чтобы посредством масла они успели там раствориться, опять же, сохранив все свои полезные свойства. Хорошо. Как часто тогда прибегаете к разгрузочным дням? Один раз в неделю я выбрала для себя, но не только для того, чтобы похудеть или держать себя в форме, но и для этого тоже. А еще потому, что это очень хорошо, как бы очищение для организма. Да, то есть есть вот... Ну, сейчас, раньше это называлось разгрузочные дни, да, так и назывались. Да, разгрузочные дни. А сейчас это как бы... Детокс? Нет, ну, детокс это уже как бы линия такая детокс. Ага, ага. А ауто... Ауто... Мобиль. Забыла слово. Аутотификация. Ауто... Что? Друзья, подскажите, давайте. Ауточищение. Да, ну, такого плана. Вот такого. Ауто... Я забыла, я вспомню. Хорошо, и обязательно скажу. Но это когда наши клетки, то есть съедают... Наши здоровые клетки съедают нездоровые. Нездоровые. Нездоровые клетки. И за счет этого оно именно самоочищается. То есть это очень хорошо для организма. Не только с целью... Вопрос тогда, извините. А кто вам об этом все это расскажет? Как вы к этому пришли? А, это в интернете можно прочитать. А, и все. Друзья, просто зайдите в интернет и прочитайте. В конце концов, давайте просто задумайтесь хоть на секундочку, пожалуйста, вот сейчас, пока вам не надо никуда на работу спешить. Вот на две секунды после программы, когда захотите, пять минут уделите своему сознанию. Задумайтесь. Наш организм прикладывает всевозможные усилия, чтобы держать себя в тонусе и форме. Вот представьте, вы перепили на новогодние праздники, вам плохо целый день, болит голова и так далее. Поверьте, вы в каких-то крайних случаях будете прибегать к дополнительным лекарствам или там фармацевтическим средствам, или там народной медицине, неважно. Но вы, организм будет все вот эти вот ненужное, так сказать, из вас вытаскивать. То есть он сам себя начинает лечить. Ваша задача только себе помочь. Вы переели чего-то тяжелого, опять же, организм, да, да, он будет перегружен. Печень будет сходить с ума, потому что там всю энергию будет затрачивать только организм на вот это самое переваривание. Вам будет, ну, у вас будет упадок сил, вам будет тяжело. И если вы так себя чувствуете регулярно, поменяйте что-нибудь. Потому что мы режемся, у нас клетки генерируются. У нас внутри что-то происходит, а организм сам себя лечит. Мы фантастические инопланетные существа. Я вам честное слово говорю. На нас все это как-то вот, оно само лечится, само заживает и так далее. А мы что делаем в это время? Нам чуть-чуть стало лучше, идем и похмелимся, да. На тебе опять еще одну бомбу. Вот прислушайтесь к словам Кристины, потому что с сегодняшнего дня и с этого Нового года, я думаю, что я прям вот возьмусь за этот рацион и попробую выдержать на воде. Я думаю, что такие разгрузочные дни не сразу даются легко. Нет, не сразу даются легко. То есть нужно отключить телефон, чтобы ты не встанал там по привезению бутербродов. Я наоборот думаю, что нужно пойти вот именно активно работать, чтобы не думать о еде, уйти из дома. Потому что дома холодильник опасная такая штука, которая, да, тебя просто заманивает. Она еще и открывается, друзья. Да. Давайте добавим воду. Давайте. Это, как старые добрые шутки, я, вы говорите, не есть по ночам, а скажите мне, зачем тогда в холодильнике свет, да? Вот это из той самой серии. Так, а сколько? Ну, на это количество, давайте полтора-два литра где-то так нужно добавить. Или на глаз. Ну, если полтора-два, то это вот так. Вот так, достаточно. На верхнюю камеру нам, по-моему, сейчас как раз показал режиссер, как раз будет видно приблизительное количество. То есть, ну, мы полкастрюльки нашей. Кастрюлька у нас, по-моему, на, чтобы не соврать. Ну, наверное, литров пять или шесть. Ну, я думаю, что шесть нет, да. Ищу, ищу просто черточки эти, знаете, метки. Я попытаюсь еще немножко поперчить. Давайте, давайте. Я в данном случае хочу просто добавить, вот пока вы добавляете перца, я добавляю, друзья. Многие, кто относится к перцу в каком-то смысле негативно, друзья, я вам скажу, что делает перец. Ну, помимо его свойств убивать, так сказать, вредные микробы и всякие инфекции в нашем организме, перец, что делает за счет того, что вы краснеете, пухнете и там потеете, он ускоряет тут же метаболизм. То есть желательно, конечно, периодически какие-то блюда слегка перченые все-таки употреблять, если вы действительно хотите свой метаболизм разогнать. Потому что потом, мне кажется, что когда вы приводите свой организм в какой-то уже привычный для него нормальный абсолютно режим работы, то можно позволить себе гораздо больше, чем, да. То есть получается, что тот, кто себя в чем-то ограничивает, но ничего не делает, страдает гораздо больше, чем тот, который делает, но потом можешь себе позволить гораздо больше, чем тот, который... Ну, понятно, да? Вот это я имел в виду, друзья, что потом организм просто, ну, работает как по маслу, вот. Но его нужно довести до этого состояния, потому что, к сожалению, а это правда жизни, молодежь, да, сейчас мы такие, молодежь, друзья. И мы, когда были, да, там, 16, 17, 18, 19, родители-то не особо слушали, а нам говорили, не стоит, зачем, не пей-то много на праздники, не переедай. А ты приходишь, думаешь, ну, студент, что там, хе-хей, до этого, да, там, кефир и корочка хлеба, а тут столько еды. И мне кажется, что как раз вот этот вот период переживают все где-то с конца надзяти лет и до какого-то там 24-25, вот как-то все вот все пытаются попробовать, а потом вот сидишь и разгребаешь вот все, что ты сделал. Но еще не поздно, друзья, и никогда не поздно взяться за себя. У меня вопрос конструктивный, но вот если мы отказываемся от еды, я так понимаю, что вот эта линейка, это как раз помощники. Ну, мы не отказываемся от еды, я просто один раз в неделю отказываюсь от еды, а потом все нормально, как у всех живых нормальных людей. Чтобы увеличить количество протеинов в нашем рационе, нам могут помочь вот такие продукты, потому что они на основе протеина. И это как раз для динамичных людей, имеете в виду? Да, и это как раз для динамичных людей, потому что… Те, которые далеко от холодильника. Да, да. Я когда ухожу из дома, дома я готовлю, я люблю готовить. Я начала сейчас недавно, это полюбила, но раньше, честно, я не очень… Я вас прекрасно понимала. Умела. Что вы? Так я прекрасно вас понимаю, да, да. Тоже недавно начали, да? Ну вот, благодаря программе. Благодаря программе, да. А до этого не увлекались. Ну вот, то же самое у меня, я как только начала изучать, как бы, здоровую или увлекаться здоровым образом жизни, вот только тогда у меня появилось такое желание начать готовить. Но готовить не как обычно, не как все, а именно сразу выбирать здоровые блюда и выбирать ингредиенты, которые ты там используешь. И это, чтобы было в итоге красиво, полезно. Вот еще красиво. Да, чтобы это подать красиво и вкусно, потому что если не вкусно, то тогда не хочется. Я пока по всем ингредиентам, которые там и по ароматам, которые мы здесь слышим в студии, друзья, понимаю, что это шикарный суп, который действительно легко войдет в вас в любое время суток. Но если вы с него еще и начнете деньги, я думаю, что он вас продержит часа 4 точно до следующего принятия пищи. Он очень сытный, кстати, да. Да, да. Вот. И я хочу на будущее просто анонсировать, что заливать мы его будем сразу же, посмотрите, в миске, куда мы высыпали замороженный горошек. Он пока у нас оттаивает. Но это есть маленький такой вот секрет, что у нас многие овощи не... мы их ни в коем случае... Не готовим. Да, не готовим. То есть они вот как есть, мы просто это все украсим. Давайте, может быть, мы параллельно тогда второе блюдо, пока у нас он что, должен прокипеть? Да, там должно прокипеть, и в принципе супчик готов, мы его просто подаем. Уже? Уже. Та-ра-та-та-та-та-та-та, друзья. Поэтому я сказала быстро, вкусно и красиво. Быстро и вкусно. Так, хорошо. Тогда что мы делаем? Сейчас нам нужен противень, чтобы мы сразу туда уже все выкладываем. Надо перед этим почистить, естественно, нашим терезрителем тыкву. У нас есть специально обученные люди, они, собственно говоря, это уже и сделали. Мы сюда ее выкладываем на весь противень. Порешить надо на, ну, здесь сколько? Два сантиметра? Три? Два. Два с половиной максимум. Вот такими кусками, потому что если он будет тоненький, то он не получится. Поэтому должно быть два... Уйдет, наверное, сама мякоть, да? Да, и он будет слишком мягкий, и нельзя будет его... Получится, как тыквенный чипс. Да. А сейчас мы добавим здесь оливковое масло, перец и соль. Перец и соль, так, это все у вас там? Да, вот так. Одной получается стороны. Вы можете помочь мне. Это соль. Я не знаю, да. Больше чуть-чуть. Она же сладкая, мы еще мед сюда добавим. Поэтому... Ну, я знал, что есть вот... Мы недавно обсуждали праздник, когда едят соленые огурцы с медом. Вот, да. И тут я понимаю, что вот... Из той же серии. Да, извините, но вот этот вот вкусовой оргазм, как говорят все повара мира... Не, не прятай. Не закрати. Потому что мы их сейчас будем переворачивать, чтобы сильно здесь руки свои не... Так, мы получаем, друзья, как раз из-за вот этих вот контрастных вкусов. Когда у нас перченое и сладкое, да, когда у нас там острое, кислое, когда у нас кисло-сладкое, когда у нас вот соленое и сладкое. Вот, а здесь вот представляете, какая вообще гамма вкусов. То есть вот как раз вот... И вот это блюдо, я даю 99% гарантии, что ее полюбят даже те, которые скептически относятся к тыкве. Ну, не хотят ее кушать, да? Да, просто так. Понимают, что она полезна, но вот не идет, не вкусно. Слушайте, ну это все, знаете, я считаю, это... Да, это, извините, но это воспитание культуры самой страны. Потому что вот был у нас один тут товарищ, кстати, тоже по фамилии Цуркан хочу отметить. Да, да, да. Никита Цуркан. Так вот, он сказал, что его бабушка как-то воспитала его не любить тыкву только потому, что по ее каким-то там вот, по ее воспитанию, это типа еда поросята. Но сейчас же год свиней. Если даже так, милая бабушка Никиты, пожалуйста, вот все сошлось, все звезды наконец-таки в новом 2019 году сошлись на том, что тыкву надо есть. Вы даже не представляете, какая от нее польза. То, что она идеальна для нашего ЖКТ, желудочно-кишечного тракта. Спасибо большое, Ханса сообщает, что как бы духовочка готова. Скоро туда тыковку засунуть. Прекрасно. То есть, начиная от семян, есть даже отдельные диеты, когда вы не только, так сказать, очищаете, но съедаете там вот полстаканчика тыквенных семечек. И, так сказать, у вас просто очищается все ненужное в вашем организме, чистится желчный и так далее. В общем, в тыкве то же самое количество полезных веществ, которые нельзя просто игнорировать, несмотря на то, что она еще при этом обладает шикарным вкусом. То есть, ну, просто шикарный вкус. Чеснок, я смотрю, Кристина просто разломала. Да, его нужно ставить в кожуре, потому что, когда мы будем его есть, я всегда говорю, надо сэндвич делать. То есть, ну, кусочек, к примеру, тыквы, чеснок и пармезан уже в конце просто при подаче. И вот это вот такой сэндвич. А, пармезану мы в конце просто тогда уже вытащим ее. А, я уже думал, сейчас, пока мужские руки свободны в сиденье, джим-джим-джим-джим. Нет, его даже не нужно джим-джим делать. А, тмин, если можно посыпать все тмином, а я мед посыпаю. А, а вот шпинат, петрушка, это нам? Это все для супа. А, а, все, тогда понятно. Друзья, почему я тмин достаю, собственно говоря, из такого коктейльного кувшина? Потому что мы здесь, в нашем блендере, его измельчили. Еще раз напомню, тмин в данном случае лучше взять такой вот порошковый уже, как бы вот уже измельченный. Поскольку у нас оказались семена крупные, то мы, конечно, его измельчили. И благодаря блендеру у нас это все здорово получилось. Я смотрю, что здесь прям художник работает, а не просто кулинарный мастер. Но такая вот интересная мысль пришла мне в голову. Чаще всего самые культовые и именитые повара – это мужчины, да, которые там звезды Мышлен приносят ресторанам и так далее. Но по нашему, опять же, воспитанию, почему-то, что на кухне почему-то должна чаще всего трудиться и орудовать женщина. Но вот в вашей семье как? Все-таки мама, да? Мама все-таки в семье. Дочка, к сожалению, не помогала. Тогда, сейчас уже не живу с мамой, она бы радовалась каждый день. А так мама, папа всегда помогал. Я не могу сказать, что у нас папа стоял в стороне и на это не смотрел. Нет. У нас он всегда помогал. И так получалось, что когда гости приходили, вот тогда он больше всего помогал. И мама всегда говорила, вот он каждый день на кухне не помогает. Но когда кто-то пришел, увел, пошел, ну там из моих одноклассников, пошел домой и рассказал родителям, а вот папа Кристина там на кухне, маме помогает. И мама всегда говорит, вот каждый день сижу на кухне, никто об этом не скажет. Папа не стреляет? Папа лев. Но он помогал маме, даже там блинчики готовил. Ну, я помню такие ситуации, не так уж и часто, но довольно хорошо. Похожая, скажу, просто ситуация, когда… Ну, вы знаете, мы мужчины иногда так устроены, что нам хочется какой-то похвалы. И если 30 дней в месяц, да, ты можешь лежать и чесать пузико, то, конечно, на 31, а иногда в месяц и бывает просто 31 день, ты можешь пойти действительно помочь. И от тебя еще пойдет молва, что посмотри, какой внимательный, заботливый муж. Да, да, да. Есть у нас такое. Это, опять же, если немножко добавить юмора в сегодняшнюю праздничную программу. Говорит, вот спокойно лежал на диване до тех пор, пока не пришла жена. Вот только после его прихода я вдруг стал беспорядочно валяться, да, вот это из этой серии. Так, тмином, да? Тмин посыпать и можно… Прямо вот, прям вот… От души. То есть мы должны покрыть поверхность, да? Ну, не прям все. Вот так, здесь уже как любят. Когда я первый раз это блюдо сделала, я очень боялась этого тмина. На самом деле он придает очень огромный аромат этому блюду. Ну, я просто… Да, он сейчас уже раздается. Да, я просто умираю от этого аромата. И он прилипает к меду сейчас. Ну, в принципе, я думаю, что хорошо. Вот. Оно так и должно быть. И уже на тарелочке мы это все украсим. Но сейчас мы отправляем в духовочку при 180 градусах. Друзья, но есть там, я смотрю, какой-то специальный режим. Кристина мне показала. То есть не как обычно при выпечке, да? А вот с вентиляцией внутри. Да. С обдувочкой. И на более высокую, да. Вот так. Я как-то… Все правильно. Да, и минут… На 30 минут. И на 30 минут, друзья, у нас отправляется наша тыковка. Угу. Так, в это время у нас… Что, мы выключили суп, да? Мы уже выключили суп. А, то есть у нас… Это можно… Вот эту заправку… Как бы я не знаю, что называть заправкой. Вот это… То есть его можно сделать заранее. Ну, дома у себя. И хранить в холодильнике. И просто утром. Даже, когда мы здесь… Ой, я забыла про что-то. Что? Мы забыли про еще один ингредиент, который мы должны сварить. Это как бы каша. Это киноа. Семья киноа. Семена. Семена. Семена киноа, которые также очень богаты в различных витаминах. Мы забыли его в тыкву или сюда? Нет, мы не сюда и не в тыкву. Мы должны их поварить. А, мы просто отварить. Тогда, друзья, мы сейчас переключимся на рекламу. И я так думаю, что в течение как раз рекламного времени мы все подготовим для того, чтобы начать варить киноа. Вот такое вот у нас сегодня праздничное киноа на канале РТР Молдова. Оставайтесь с нами. Итак, за время рождественской и праздничной рекламы, друзья, у нас что произошло? У нас произошло самое приятное. Наш суп, в принципе, готов. И скоро мы его можем даже подавать, разливая вот в эти емкости, где у нас уже оттаял зеленый горошек. Не переживайте, вот как вот он оттаял. И вот так нужно просто-напросто оставить, ничего с ним не делать. У нас готовы листья шпината. У нас есть для украшения петрушка. Если у вас вдруг, мало ли что, вы дома выращиваете, и есть роски пророченной пшеницы, то, конечно, это было бы идеально. Да, вот эти вот тоненькие, нежненькие. Очень красиво смотрится. Вот так хотел сказать, что это эстетически приятно смотреть. И это прям вот манит вам вот эту всю нежность, эту хочется съесть. Я не знаю, почему человек так устроен, но когда что-то нежное, хочется это все взять и съесть. И вот здесь вот Кристина уже, посмотрите, полностью выпарила из семян кенуа, из зерен кенуа жидкость. То есть и отварила таким образом вот такую вот кашу кенуа. Если вы не пробовали раньше ее, то советую тоже приобрести совершенно небольшие пакетики, недорогие. И в сети супермаркетов Федеска они есть, и они как раз пойдут на пользу вашему организму. Что, с чего тогда начнем? Что мы делаем? Мы разливаем суп или... Нет, мы сначала листья наши вот сюда положим, кинем сюда, чтобы они были в наш супчик. Честно скажу, я вот так вот в детском садике, годика 4 мне было, я вот так вот в песочнице тоже делал суп. У меня там камушки были, я какие-то листики тоже собирал. Единственное, что никто их не ел почему-то, знаете. Но я их продавал, я помню, я их продавал. Дальше мы ложим кашечку. Кстати, можно использовать абсолютно любую кашу, которая у вас дома есть. И может быть даже осталась. То есть и овсянку? Абсолютно гречку, овсянку, ну то, что вы любите. Перловку, может быть, я, к примеру, ее не люблю, но кто-то, может быть, любит и кушает. А, то есть это прям не обеспеченно, что было кенуа? Нет, я просто люблю кенуа, потому что из-за ее полезности я ее выбираю. И мне другие каши меньше нравятся. А вот эта просто и плюс красиво выглядит. Поэтому я ее выбираю. Ну согласен, такая как шоколадная, честно говоря, издалека. Вот я, по крайней мере, стою тут пока. Руки в карманы, но что-что. Просто интересна самоподача, посмотрите. Вот у вас действительно здесь все, ну, никаким образом не испорчено. То есть это мы его не сварили, то есть там все витамины сохраняются. То есть почти вот натуроедение какое-то. Знаете, вот есть сыроедение, да? А это вот натуроедение. Вот как вот есть, помыли хорошо и съели. Вот так. Есть один очень известный, всемирно известный ведущий Эндрю Циммерман. Он ведет там серию программ, показывает по другим каналам. Вот у него есть слоган в конце программы. Если вы видите что-то и вам это очень нравится, съешьте это, да? То есть, ну, перевели на русский язык. Вот я понимаю, что здесь вот сочетание вот этой вот красоты. Я сейчас специально так вот еще и чтобы верхняя камера тоже зацепила. Друзья, вот посмотрите. И сейчас к этому мы еще добавим вот эти вот оранжевого солнечного настроения. Просто реально солнечного настроения, да? Да. Я так понимаю? Да. Мы добавим супчика нашего помидорного. Потому что здесь помидоры, лук, чесночек. Вот так. То есть, честно, вот я сейчас понимаю, что реально этот суп – это первый прием пищи. Да. Это утром. Тепленький, легкий, без каких-либо дополнительных сложных ингредиентов. Скажите, а петрушка сюда тоже нарезать, да? Да, сверху, потому что… Рвать или резать? Как хочется. Ну, я, наверное, мелкая, да, лучше будет красиво смотреть? А может быть крупная. Я бы крупную. Да? Да. Давайте попробуем. Потому что обычно вот эти… Пророщенная пшеница, да? Пророщенную пшеницу или любые пророщенные вот эти зелень, оно красиво смотрится именно сверху. Поэтому можно именно крупными ставить. Ну, давайте. Ну, я думаю, что уже о силе петрушки, господа мужчины, вам уже рассказали, да? То есть, вы теперь понимаете, я сейчас вот сделал счастливый четырехлистник. Кстати, есть ли еще какие-то праздники в Швеции, которые вам удалось застать? Или, может быть, вы знаете по поводу вот как раз шведских традиций? Ну, о новогодних мы, понятно, поговорили, приблизительно о целом наборе блюд тоже поговорили. Даже новогодние у них начинаются с Санта-Луси, и 13 декабря, если я не ошибаюсь, у них Санта-Луси. Вот там у них начинаются именно вот эти зимние праздники. И на Санта-Луси там девушка в белом платье, с красным таким поясом, со свечами на голове, там ангелы вокруг, раздают сдобы. Сдобу они пекут, и именно раздают сдобу, они вот это кушают, песни, танцы. Шведы очень любят танцевать и петь, и они всегда даже тосты, вот на Новый год или на любой другой праздник, у них нет тостов, как у нас, там полчаса поговорить о чем-то. Да, 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 и в конце Санта-Луси. Да, Санта-Луси. А у них именно поют короткие песни с пожеланиями определенными. Я не спою, потому что это на шведском языке. Как колядки, но мы, я думаю, что мы можем тогда сейчас, извините, шведам тогда на нашем пожелать, да? Потому что Кристина, честно говоря, помнит историю, как она долгие-долгие ночи ходила и колядовала, и заработала себе, я скажу, внушительную сумму, что, в принципе, мне кажется, тогда, да, и сыграло значительную роль в ее желании преуспеть в бизнесе. Что это за история? Это была все-таки новогодняя история? Это была новогодняя история. Папа у нас такой креативный человек, который всегда приходит с какими-то интересными предложениями. И он говорит, давайте-ка мы пойдем ко всем родственникам. Вы ей говорите, да. Да, и будем их календовать. И он оделся в Деда Мороза, меня одел в Снегурочку, и мы пошли. Мама, естественно, дома там готовит вот этот рождественский ужин. И мы шли, я помню, по всем абсолютно нашим знакомым, и мы их календовали. Я собирала деньги и печенье, сладости, угощения различные. Я тогда собрала неплохую сумму денег. И вот я помню календы, вот эти календы. Калядки, календия, то есть как бы. Календия, да. И плюс у нас традиция в нашей семье в каждый год на 7 января мы идем к бабушке. Именно всегда к бабушке. И мы в гости, и мы готовим вот эту калядку. Мы дома репетируем, и все вместе с семьей поем вот эти калядки. Давайте сейчас тогда ее споем. Только вы скажите, нам нужно это выкладывать отсюда. Да. О, нежненькая какая. Да. Вот насколько нежненькая. Сейчас вам дам лопаточку. Да, лопаточку, чтобы все-таки это было легче сделать. Ну, я недолго буду петь, поэтому кусочек из того, что я уже еще и помню. И если знакома, подпевайте, да? Да, да. Да, друзья, итак, внимание, готовьте деньги и конфеты. Точно. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Я так понимаю, просто здесь я... А здесь, да, еще подача, 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 друзья, подача. Так вот тогда лопаточку, может, тогда сподручнее будет. Да, совершенно верно. Слушайте, ну нежно, нежно сейчас консистенция нашей рождественской тыквы. Вот, я по поводу того, как ходим-каледуем, да? Сейчас тоже по интернету гуляет эта шутка. 31 декабря мы с друзьями ходим, а первого уже не можем, да? Все ждали продолжения, что мы ходим в баню и так далее. Кстати, по поводу вот этих дополнительных процедур, если возвращаться все-таки к чуть-чуть уже, поскольку завершение программы, рабочей деятельности ежедневной Кристины Цуркан, нужны ли они еще дополнительные? Или Арифлейм, на самом деле, помогает, ну, скажем, компенсировать все абсолютно? И не надо ходить там в баньку париться, не надо на какие-то прям отдельные косметологические процедуры ходить? Нет, это все делается дома, то есть косметика для использования в домашних условиях. Конечно, потому что, знаете, каждый же может пойти, наверное, в салон, и при этом, как бы, ну, невозможно нехорошо выглядеть после салона. Согласен. А вот дома самому научиться и вот это все дома делать, это немножко сложнее, может быть, на первое время, кажется, но это доступнее, а шведы, сама страна такая, что она хочет, чтобы все было простое, доступное и для всех, и качественно. И качественно, да, поэтому это присутствует и в нашей продукции. Здесь можно салфеточкой немножко, чтобы было красиво. Я люблю перфекционизм, а тем более, знаете, так сказать, со стороны наших гостей. Потому что, честно говоря, как я и говорил, делятся всегда те, кто готовит на кухне, на две категории. Есть люди, которые создают творческий экспрессионизм и хаос, и здесь везде все в каких-то ярких пятнах и красках, но получается обалденно вкусное блюдо. А есть люди, у которых получается обалденно вкусное блюдо, но при этом мы еще успеваем, знаете, протереть лишние ненужные штрихи. У нас еще два ингредиента остались. Это пармезан, который сверху нужны вот такие лебесточки. И петрушку я могу немножко пару штучек. Давайте я тогда пару штучек петрушки. А я с пармезаном. Хорошо. Ну что, друзья, наступил 2019 год. Прекрасное праздничное настроение сегодня создаем мы в программе «Азбука вкуса». Конечно, мы в очередной раз хотим сказать отдельное спасибо нашим партнерам за то, что нас поддерживают. И, наверное, еще раз напомнить, что вот сказала Кристина буквально несколько минут назад, что шведы действительно за простоту, за качество, за удобность, удобство. За то, чтобы вам это было все доступно в первую очередь. Потому что наш век, к сожалению, 21-й, он настолько динамичный, что не так часто мы с вами можем, как раньше, доверять, наверное, каким-то там тем же самым растениям или еще чему-то, потому что порой это все делается искусственно. Но вот шведы нашли секрет, и для вас отбирают самые качественные продукты. И если наше поколение, наших родителей говорит, что да нет, мы всю жизнь там ели хлеб, мы всю жизнь там ели те же самые фрукты и овощи, я понимаю, что так оно и есть. И действительно, дай бог вам, еще много-много лет здоровья. Но мы, наше поколение и последующее поколение, к сожалению, не можем себе это позволить, потому что хлеб уже делается не из первосортной пшеницы. Потому что туда уже добавляются какие-то всевозможные дополнительные экстракты, которые позволяют ему сохранить якобы свежесть и мягкость. Я до сих пор поражаюсь некоторым, так называемым, кузинакам, которые привозят там из Европы, не буду говорить странно, да, но которые год могут стоять, и они по-прежнему мягкие и свежие, да, и аппетитно выглядят. Но я представляю, сколько там всяких добавленных консервантов, друзья. Поэтому вот в этом случае, да, я действительно, я сторонник, и я полностью согласен с Кристиной по поводу качества и по поводу того, что шведы стараются весь мир сделать лучше. Сейчас, Кристиночка, есть удивительная и уникальная возможность самой себе загадать желание и в это же время обратиться ко всем родным и близким, может, даже к коллегам, к сотрудникам, кому угодно. Так сказать, телевизор теперь ваш. Ваше. В моем распоряжении. Да. Кстати, на днях, я говорила, тоже у нас была встреча со всеми компаниями, с нашей компанией, и мне показалось такое, что вот это момент или день, когда мы можем попросить прощения. Не только пожелать, а даже попросить прощения за какие-то, не знаю, за то, что ты сделал или не сделал в этом году, по отношению к кому-то, либо вообще по отношению к себе. Но, конечно же, от всей компании, от всей души хочу пожелать всем прекрасного Нового года, хочу пожелать всем успешного Нового года, пожелать счастья, любви, потому что если есть любовь к самого себе, к людям, которые тебя окружают, если ты любишь жизнь, то ты обязательно начинаешь жить в этой жизни и быть главным героем. Поэтому я желаю вам быть главными героями в своей жизни в этом Новом году, и чтобы все ваши мечты, все ваши желания осуществлялись, и чтобы вы были всегда красивыми и здоровыми. Да, и финальный аккорд. Кристина засыпает нашу тыкву, приготовленную, запеченную в шикарном, я считаю, по шикарному рецепту, и самое главное, здоровому и легкому. Все это вы с легкостью можете съесть вот так вот в перерывах между новогодними праздниками и тем, как вы ходите друг к другу в гости. И восстановиться. И восстановиться, да. И, так сказать, год свинин настал, друзья. Счастья вам, мира и благополучия. И мне кажется, что действительно это будет год любви, потому что свинья – это единственное животное, которое 30 минут испытывает оргазм. Пока. Ого. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok